Добрый вечер, уважаемые дамы и господа! В эфире информационный канал Медиан Кляга Мауа Ти Фау Медиальная стена плача Наша сегодняшняя тема Как гомосексуализм становится приемлемым в обществе? Что нужно сделать, чтобы изменить наши естественные наклонности до неестественных? Это очень просто Нужно создать новое негативное понятие тем самым демонизируя и вызывая отвращение к естественному Еврейско-американский психолог Джордж Вайнберг наблюдая борьбу в рядах альянса гей-активистов за признание прав гомосексуалистов по-новому определил слово гомофобия Я создал понятие гомофобия чтобы выразить им страх перед гомосексуалистами который похож на страх замараться страх перед обесцениванием вещей за которые кто-то боролся как, например, дом и семья Впервые это понятие было напечатано в порножурналах 1968-69 годов издателем порнографического таблоида евреем Элом Гольдштейном 31 октября 1969 года оно было напечатано в первый раз и широко опубликовано в журнале Time Magazine За последние годы это слово по всему миру получило значение отвержения гомосексуальности 12 декабря 2012 года была принята резолюция Евросоюза которая поручила государством, членам ЕС не оставлять безнаказанной гомофобию Таким образом, простое естественное чувство может быть переосмыслено и стать уголовным правонарушением Почему же не осуждается тогда гинекофобия боязнь контактов с женщинами или генофобия, женоненавистничество у гомосексуалистов? В заключение хочу привести цитату немецкого писателя и поэта Йогана Готфрида Зойме Никакие законы не являются неизменными за исключением вечных законов природы Их очень мало, но они понятны На этом мы с вами прощаемся Желаю вам всего доброго Не теряйте надежды Ваша медиальная стена плача Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова